Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Смотрите. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это, наверное, на конец вашего сообщения, где вы спрашиваете, сколько такое общение может продлиться. Ну, тут момент в том, что мы не гадаем, и момент в том, что мы не предсказываем будущее, условно говоря, если вы хотите показать, то вам нужно обратиться, на мой взгляд, все-таки в раздел эзотерики, там вам показать. Мы психологи, мы не гадаем. Следующий момент. Все вопросы, которые вы, условно говоря, задаете, все вопросы я мог бы в какой-то степени переадресовать вам. Почему? Ну, все очень просто. Почему я мог вам переадресовать? Потому что вы находитесь в той же ситуации, что и, собственно, мужчины. Вот. И вот ему вы такой вопрос задаете, условно говоря, а себе такого вопроса вы не выдаёте. Хотя, вообще-то, 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 к вам этот вопрос тоже относятся. Почему? Почему я это делаю? Да? Зачем мне этот флет? Для чего мне он, условно, нужен? Да? Чего я хочу? То, что вот вы спрашиваете, да? Зачем вам этот флет? Зачем вам вести диалог? Да? У вас чувства есть, например, откуда вы знаете, что у него нет чувств? Зачем вы ведёте с ним диалог, если у вас в семье все спокойно? Вот. Далее вы спрашиваете, к чему приведёт переписка? Ну, с точки зрения психологии, вы здесь перекладываете ответственность на нас. Тераписка приведёт к тому, к чему вы хотите. Понимаете? Вот. А не к чему-то строго, ну, не к чему-то строго, строго говоря, определённо конкретному. Да? Вот. Понимаете? Вот такой, наверное, момент. То есть, для запроса психологу вы слишком много, как бы, спрашиваете из области погодать, из области предположить и так далее. Если говорить о предположениях, то я могу предположить, что у вас, в вашей семье, вам чего-то не хватает. Вы, не желая это признавать, вытесняя это, ищите то, чего вам не хватает, на стороне, на стороне. Вот и всё. Может быть, сама идея какого-то запретного, полулегального действия вас привлекает, а может быть, привлекает что-то конкретное. Сказать сложно, однозначно. Но то, что это что-то есть, это сто процентов, сто процентов. Вопрос заключается в том, что хотите ли вы это разобрать и рассмотреть, и лучше себя понять в этой ситуации. Понимаете? Чтобы не... Чтобы не гадать, да? А чтобы, ну, достаточно, вот, вселенаправленно действовать на достижение, ну, на достижение результатов. Вот. Вот и всё. Понимаете? И вот здесь, как раз, есть одна важная деталь. Что если вы не очень сильно нацелены, если вы не очень сильно направлены на проработку, грубо говоря, если вы не очень сильно направлены на это, то, в таком случае, вы будете, вы будете там, грубо говоря, саботировать. Как бы, всё, что касается вас и будете пытаться, в большей степени, что происходит с человеком. Понимаете? Если бы вы просто предоставили больше данных относительно того, какой психологический портрет мужчина, может и можно было бы ответить что-то, но ответ про третьих лиц невозможен, потому что это нарушение профессиональной этики. Вот. Такой я могу дать вам аноним. Ответ. Вот. То есть, советовать психолог не может, а развеи снять несколько не очень. Кроме того, что вы, первое, не до конца слышите и понимаете себя, и второе, что вас в отношениях, в вашей семье что-то не устраивает. Несмотря на вашу успешность, несмотря на то, что всё, всё спокойно. Вот. А ещё я бы сказал, что, эээ, ну, вы боитесь сделать выбор. Боитесь взять на себя ответственность. Я не обвиняю. Я просто констатирую факт. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что обратная связь послужит началом психотерапии. Желаю вам всего самого доброго и успешного разрешения ваших ситуаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...